Спорт День за Днем представляет проект Территория Спорта День за Днем Санкт-Петербург, северная столица российского спорта В каждом районе города есть площадки и арены, которые способны удивить Мы расскажем, где можно полноценно тренироваться, не отходя далеко от дома и от места вашей работы В новом году Спорт День за Днем посещает не только тренировочные площадки, но и любые культурные места, связанные со спортом В рамках проекта Территория Спорта День за Днем мы посетили музей спорта в Петербурге, еще до его официального открытия 7 февраля новый культурный центр города принимает первых гостей А Спорт День за Днем уже познакомился с его экспонатами и готов показать вам самые интересные артефакты Ради них стоит уделить внимание этому музею среди прочих многочисленных достопримечательностей города Прежде всего это само здание Музей расположен в одном из самых эффектных дворцов центра города Доме князя Абамелек Лазарева Это последний крупный особняк, построенный в Петербурге перед Первой мировой войной и революцией Неудивительно, что он же один из самых роскошных, хотя выдержан в строгом стиле неоклассики Великолепные потолки, исторические колоннады, лестницы и интерьеры гостевых залов прекрасно сохранились Как будто хозяева до сих пор наведываются сюда и проводят здесь регулярные баллы В той части дворца, что выходит на миллионную улицу, располагается спорткомитет Петербурга В конце года здесь проводятся награждения лучших городских спортсменов Так что в роскошных залах можно встретить чемпионов мира по фигурному катанию, звездных самбистов и многих-многих других А сам музей спорта разместили в той части, что выходит на старинную набережную реки Мойки Поэтому и адрес музея считается по ней При мысли о спортивном музее сразу представляется скучный стенд с медалями, пыльными грамотами и кубками Такой есть дома у любого чемпиона мира по любому виду спорта Если только он не киберспасмен и не перешел на ачивки в смартфоне Создатели прекрасно понимали это и постарались оживить экспозицию Центр всего музея лента или река времени На которой разместились вещи столетней истории большого российского спорта От самых первых фигуристов и стрелков начала 20 века до нынешних олимпийских чемпионов Вроде в этой идее нет ничего особенного Но когда вещи расположены в понятном порядке Ты начинаешь четко видеть, как менялся дизайн спортивных кубков Как изменялись олимпийские лозунги Какие виды спорта интересовали художников и фотографов все больше с течением времени Например, в середине 20 века на картинах и плакатах предпочитали изображать элегантные, классические виды спорта Бег, стрельбу из лука или, скажем, кихтование А чем ближе к нашему времени, тем больше внимания уделяется популярным игровым видам Прутальному хоккею, волейболу и, конечно же, футболу Так что человеку, незнакомому с историей спорта, тоже становится интересно Он начинает понимать, что к чему На этой реке времени попадаются и действительно старые артефакты Каких сейчас вы нигде больше не увидите Это не только деревянные лыжи начала 20 века Какие обожают ставить под стекло на зимних горнолыжных курортах Здесь есть, например, деревянные гантели конца 19 века Один из самых первых станков для заточки коньков Кожаный шляп велосипедиста И даже классический метательный диск из металла Смотришь на него и понимаешь, насколько серьезный это вид спорта И самому хочется чего-нибудь метнуть Пожалуй, самый яркий экспонат относится как раз к футболу Это реплика золотого мяча Льва Яшина, лучшего вратаря мира Здесь же его фото, а в большом зале музея можно увидеть вратарскую кепку Вроде той, что стала визитной карточкой Яшина Мяч расположен на верхнем пролете лестницы Так что посетители будут подниматься к нему снизу вверх Как и сам Яшин шел к золотой олимпиады, евро и бесчисленному множеству личных наград До сих пор Льв остается единственным вратарем в истории, получившим золотой мяч Хотя достойных претендентов в одном только 21 веке было множество От Буфона до Нойера Футбол изменился, и теперь вратари редко оказываются действительно в центре внимания Всех интересуют рекорды бомбардиров, борьба Месси и Роналду, лучшие голы, количество обводок за матч Возможно, Яшин так и останется единственным голкипером, получившим высшее мировое личное признание Во времена Яшина фотография была несовершенной, и нужно было быть большим мастером, чтобы сделать яркий кадр А также просто, чтобы не упустить главные моменты Сейчас любой зритель может при помощи смартфона создать галерею лучших моментов чемпионата мира А вы помните, что у олимпийского мишки 1980 был младший брат? Все знают симпатичный талисман советской олимпиады, но почти такой же мишка, только чуть более в стиле современного искусства Встречал гостей чемпионата мира по хоккею 1986 Этот чемпионат также прошел в Москве, да еще и принял заодно чемпионат Европы внутри себя Сборная СССР разнесла всех соперников, кроме упорных шведов, с которыми в финале пришлось очень нелегко И взяла золото Сергей Макаров, лучший бомбардир того чемпионата, поразил весь мир Еще долго в Канаде именно его будут называть лучшим хоккеистом мира всех времен Среди сотен фотографий на стенах музея есть тем, что посвящены блокадному и военному спорту Истории ГТО, Олимпиаде 1980 А есть то, что может удивить современного зрителя Многочисленные фото зожа советских времен Лечебной физкультуры, как это тогда называлось Масса людей на фото сразу дают понять, почему СССР был впереди планеты всей в спортивной гимнастике И почему тренеры советской гимнастической школы до сих пор работают по всему миру Очень важно сохранять это наследие и увеличивать его Возможно музей спорта в этом поможет